ВОДГСН ВОДГСН, ВОДГСН, ВОДГСН ВОДГСН, ВОДГСН. ВОДГСН, 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 ВОДГСН. ВОДГСН, 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 ВОДГСН танка на седьмом уровне это маловато здесь спорить не буду по пробитию против семерок окей в целом достаточно приятный угол слоения орудия вниз минус 8 позволяет качественно играть от хорошо забронированной башни в отношении времени перезарядки просто шикарно 5 и 4 десятых секунды с учетом того что у меня установлен досылатель кстати в оборудовании у меня два слота как видите посвящено улучшению качества сведения и время сведения при этом всем все равно составляет более четырех с половиной секунд разброс приятный но о нем поговорим непосредственно в самом бою можно реализовать вот этот дпм да безусловно можно но не тогда когда вы играете против восьмерок потому что в к против восьмерок но не то чтобы страдает но чувствует себя дискомфортно ну что берем тачку и поехали попытаемся и затестить ну что ж ребят погнали и меня радует то что против нас нет восьмерок это уже заявка на успех и давайте будем как обычно начинать с подвижности с учетом уровня бронирования в кашке я считаю что подвижность приемлемая то есть было бы круче было бы безусловно приятнее интересней но цепляться к этому показателю я не буду потому что как я уже сказал машина живучая и соответственно ты понимаешь за что ты расплачиваешься в отношении не сильно прям бодрой подвижности но он едет он добирается туда куда нужно и в целом этого более чем достаточно по времени сведения ну вот вам да то есть сами понимаете сведение далеко от идеала и честно говоря на средних и дальних расстояниях порой отыгрывается край дискомфортно а в ближнем бою в целом вполне себе даже приемлемо вот сейчас против нас нам подобный товарищ подъедем к нему поближе посмотрим что он по броне представляет собственном прицеле напомню чуть более 200 единиц миллиметров пробития и выглядит это вот таким вот образом когда он поворачивается нормально к тебе передом то ты его пробить можешь ну а вот средние и легкие танки да действительно имеют некие проблемы с этим ну а в отношении пробития в башню когда он от башни играет то окей может танковать и на своем уровне делает это вполне себе успешно для меня лично фишка данной машины это время перезарядки орудия действительно очень приятная ты буквально через каждые пять с половиной секунд вполне спокойно накидываешь по 200 с копейками единицы да действительно это доставляет определенного рода удовольствия подъезжаем ближе как видите против себе подобных более чем достаточно пробития вполне спокойно кваса против себе подобных я имею ввиду против тяжей понятное дело что квас шестерка и брони там для меня гораздо меньше нежели для для его соуровневцев да или как это правильно назвать привет дракула привет сейчас будешь делать мне больно а я не хочу мне это не нравится постой пожалуйста не убегает давай лучше ты меня сейчас попытаешься добрать я тебе . там в ответ и на этом в принципе я отчаливаю куда пробивают но как видите пробивают в верхний бронелист здесь не самая имбовая броня она просто здесь присутствует как видели несколько не пробитий я получал и я не могу сказать что века показывает себя как-то по-другому в других боях то есть он вот так играется плюс минус постоянно будете ли вы фанится на этой машине ну возможно да то есть вы сможете на этой тачке играть получать удовольствие но не могу сказать что прям в каждом бою да и в целом этот танк я даже не знаю для чего предусмотрен для фарма серебра ну навряд ли у него не такой уж и высокий коэффициент доходности для получения удовлетворения но на седьмом уровне есть тачки более интересные с более интересным геймплеем особенно среди каких-нибудь коллекционок короче говоря века это вот был идеальный идеальный танк для игрового события в котором этот танк смогут ну смог забрать я и смогли забрать многие другие танкисты практически не потея вот как награда для вот такого игрового события самое то а как предмет для приобретения стоит несколько раз подумать стоит оно того или нет не знаю честно говоря сейчас закончится дело победой или все-таки успеют до него доехать я все-таки надеюсь на то что он счетчик досчитает до конца нормально нам ничего не остается кроме как просто подождать окончание боя ну и в отношении черчилля по черчиллю я выпущу видео буквально через пару минут после публикации этого видоса поэтому если вас интересует что собой представляет по геймплею по своим возможностям черчилль мк 6 ребят подпишитесь на канал прожмите на колокольчик для того чтобы получить соответствующее уведомление ну а еще я буду вам очень благодарен если вы за честность безусловно поставьте лайкос данному видео поверьте стараюсь специально для вас и никогда ничего не приукрашаю показываю все таким какой она есть на самом деле в этом бою 1800 единиц урона знак классности третьей степени один уничтоженный соперник не было особой возможности поиграть где-то от башни от башни мне на данной в кашке играть в принципе нравится и в своей команде я занимаю законное первое место победили победили только лишь потому что товарищ союзник благополучно спал на респе ну и соответственно ребята соперники не успели просто до него доехать и хорошенько ему бока намятен за его абсолютную неактивность ну как получилось так порой и игрок с нулем полнейшим может принести команде победу в отношении фарма серебра здесь была победа я на первом месте урона накинул практически 2000 и при этом всем как видите это далеко не фармер то есть здесь о фарме речь абсолютно не идет покупать или не покупать безусловно решать вам разработчики не предоставили возможности приобрести себе машину по отдельности поэтому вам стоит подумать а надо ли вам в принципе этот набор из двух этих условно пригодных к использованию танков блин промахнулся не того черчилля нажал ладно пошел снимать на этого черчилля видоса вам друзья мои искренне мира и обязательно спокойствие всем пока пока